Петропавловская полка После Сибири Достоевский вернулся в Петербург и здесь в полной мере расслел его литературный талант Следующий мост на нашем маршруте называется Горсткин, является частью улицы Ефимова, бывшего переулка Горсткина И эта улица ведет к Семной площади, хорошо нам известной, на которой находится известная станция метро Семная площадь, а в прошлые века на этом месте находился Семной рынок, где только торговали сеном и соломой Главными составляющими для надежной работы транспорта 18-19 веков Деревятные свадьбы Береги справа на номере, изнутри однотипные здания, одинаковые конфигурации по архитектуре Разные по цвету, красного, желтого и зеленого цветов В 19 веке называли три сестры Здания принадлежали директору перческой капеллы, у которой было три взрослые дочери на выдании И эти здания предназначались им приданное Зеленое здание отошло дочери Елизаветы, которая вышла замуж за Алексея Оленина Он был известная фигура в городе, президент Академии художеств Директор первой публичной библиотеки, основоположник российской археологии И в доме у Олениных постепенно образовался литературно-художественный салон Где собирались представители искусства, науки, культуры, литературы Обсуждали последние новинки из этих областей С левой стороны на набережной продержанное здание желтого цвета Одна из первых в городе благотворительных муниципальных больниц Которая называется Обуховская, названа так по названию моста Который мы будем проходить Первоначально на этом месте был деревянный мост, построенный на средства купца Обухова А в больницу власти вынуждены были построить в конце 18 века В связи с участившимися в городе эпидемиями Первоначально здание было деревянным, позже было перестроено в камни И здесь, в этой больнице, некоторое время работал основоболожник военно-полевой хирургии Один из героев обороны Севастополя Хирург Николай Иванович Пирогов И часть здания до сих пор занимает военно-медицинская академия Интересно также, что по сюжету оперы Пиковая дама Сюда, в эту больницу, в корпус для душевнобольных, был отправлен герой оперы Герман Помешавшийся на трех картах Следующий мост называется Обуховский Один из самых мощных мостов через Фонтанку Он является продолжением частью Московского проспекта Самого протяженного в городе Протяженность проспекта 35 километров Интересно, что он проходит точно по Пуйковскому меридиану А с правой стороны от моста находится очередная предмостная площадь Уператорская Россия это был первый транспортный вуз И сюда принимали только потомственных дворян Это было элитное учебное заведение Химию здесь преподавал Менделеев, математик Остроградский Здесь же преподавал первый строитель двухколенных железнодорожных путей Павел Мельников Который впоследствии стал министром путей сообщений в Крадовской России Один из корпусов этого вуза с правой стороны от нас Протяженное двухэтажное здание, генеративными воротами по центру Дальше дворец Яшукова Здесь за дворцом находится общий парк С искусственными крытами Который выходит на улицу Шандовы И хорошо известных горожанам как Яшуковский стилер В учебный процесс в этом вузе был организован образцово И его выпускники в дальнейшем по всей России Построили на 2000 километров железных дорог Босты, тоннели, переправы Ими построена вся Восточно-Сибирская магистраль До Тихого Диана И также Китайско-Восточная железная дорога Впереди, слева на набережной Еще один из парков нашего города За декоративной металлической оградой Буйная зелень деревьев Этот парк называется Измайловский И здесь в начале 20 века был организован летний театр Буф Буф в переводе с итальянского означает шутка И здесь на летней открытой площадке ставились легкие опереты Эта сцена помнит голоса Леонида Утесова Любови Орловой Впереди, на набережной Ниже по течению, с левой стороны Здание желтого цвета Состоящее из двух фригелей Между которыми декоративная Металлическая ограда Это бывшая загородная усадьба Государственного деятеля и поэта Гаврила Романовича Державина О чем говорит Мемориальная доска на левом фригеле здания Державин занимал высокий пост Секретаря при прошениях При дворе Екатерины Второй И одновременно был популярным поэтом своего времени Здесь он организовал Клуб любителей русского языка Где любили собираться литераторы Здесь бывал Заковский крыло Сегодня в этом здании Государственный музей словесности Имени Державина Следующий мост называется Измайловский Является продолжением Измайловского проспекта И слева на набережной Мы увидим Голубые купола С позолоченными звездами Измайловского Или Травельского собора Бывший полковой собор Измайловского полка Который сюда был переведен Из подмосковного села Измайлово В новую столицу России А здесь примерно заканчивается Петербург Паратный Начинается Петербург Разночетный Дома разной этажности Появляются глухие дворы Колодцы И стены без оконных дверей Которые называются Брэндмауэры А такие стены Протвращали От распространения пожаров От которых город Особенно пострадал В 18 веке Когда большинство строений Были деревянными Этот же район Строился Во второй половине 19 века Когда Начался Бубь жилищного строительства В связи с тем Что Отменили крепостное право И с началом Бурного роста Промышленности По всей России А особенно В Петербурге Огромные массы Разорившихся Крестьян Хлынули в город В поисках работы И население Петербурга За последнюю треть 19 века Увеличилось втрое Город стал занимать Чеджерное место В Европе По численности населения После Лондона Парижа И Константинополя Тогда в городе Стало популярно Строить Доходные дома То есть Дома Где Помещения Сдавались В наем И в наем Сдавалось Буквально все Начиная От чердаков До углов И подвалов И Быть доходных домов Хорошо описал Достоевский А также Писатель Крестовский В романе Петербургские Трущобы Тогда же В городе Родилась поговорка Что Выгоднее Содержать Доходный дом В Петербурге Чем Золотые Прииски В Сибири Следующий Мост называется Красноармейский Был построен Для прокладки Теплопрасса Уже в советское время С левой стороны Здание Желтого цвета Бывшая Александровская Больница Которая Вовремя Освещения Которой Присутствовал Император Александр Второй Интересно Что Здесь Некоторое Время Лечилась Старшая Сестра Владимира Ульяна Валенина Ольга Он ее Здесь Навещал Сегодня Она Погородила На Волковском Замбище Санкт-Петербурга Мы с вами Будем Переходить Воды Крюкового Канала Который С правой Стороны От нас Ниже По печенью Находится Еще один Кост Который Называется Египетский Он был Оформлен В Древней Египетской Типатике Во все времена Когда В Европе И в России Проснулся Большой Интерес К Древней Египетской Цивилизации И культуре Здесь В основании Применены Древние Египетские 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 Подрядчика Семена Крюкова Который Начинал Строить Первый Участок Этого Канала Под руководством Петра Первого От реки Мойки До реки Невы И первый Участок Строился Для того Чтобы осушить Положенскую Местность В районе Острова Новая Ноландия Первый Участок Был В последствии Заслепан В связи С тем Что он Примыкал К первому Стационарному Мосту В Петербурге Благовещенскому Который Был Построен Перед 19 Ветом А До Этого Все Мосты Через Невы Были Кашковцами То есть Собирались Из Такие мосты Прямо Ублигались А с приближением Блигоспавла С наступлением Холодов Такие мосты Просто Убирались На сушу Первый мост Благовещенский Был построен По проекту Воплощника Института Транспортных Инженеров Петербурга Инженера Кербинда Первоначальный Участок Был Засыпан Кругов канал Был продлен До реки Фонтанки И по этому Участку Мы сейчас Будем двигаться Впереди Мост Который Называется Смежный Имеет Довольно Низкий Свод Поэтому Необходимо Соблюдать Осторожность Кругов канал Сегодня Имеет Длину Порядка Километра Ширину 22 метра Участок Игипецкий С левой стороны находится район, который в 19 веке назывался Коломна, от искаженного слова КОВА, то есть около парадного центра. Здесь в основном вселились отставные военные, разорившиеся дворяне, ремесленники, торговцы. Жили небогато, часто в деревянных домах. Товары покупали в дешевых лавках и на рынках. Один из таких рынков впереди с правой стороны от нас, здание закрыто декоративной тканью, находится сейчас на ремонте и восстановлении. Никольский рынок или Никольские воды. Здание конца 18 века было построено на средства купеческого общества. Никольский рынок находился на пересечении водных путей, крюкового канала, канала Грибоедова, бывшего Екатерининского и реки Фонтанки. И здесь часто торговали прямо с барж и платок. На первом этаже находились торговые лавки, на втором — конторы и склады. А напротив рынка, с левой стороны на набережной, здание светло-желтого цвета с выступающими балкончиками, украшено мемориальной доской. В этом здании на рынке жирников, в доме у своего родственника, скончался великий полководец генералиссимов Александр Васильевич Суворов в мае 1800 года. И сюда к этому зданию жители города приходили с ним проститься. А сегодня прав Суворова находится в Александр-Годневской лавне. И здесь проходя воду с другого канала, мы пересечем воду канала Грибоедова. И с левой стороны от нас мост, который называется Пекалов, интересен тем, что если взойти на него, то в поле зрения можно еще насчитать восемь мостов. Впереди, с правой стороны, на набережной, изящной стройной севы, чудесно-желтого цвета, устремленного в полу-пизлоге по колокольне Николого-Явленского морского собора. Построенное несколько ярусов с позолоченным куполом, отражаясь в водах канала, голокольня представляет собой один из самых красивых украшений этого романтического уголка Годербурга. А сам собор находится дальше от набережной, с правой стороны мы увидим его золотые купола, построен в середине XVIII века, архитектор Савва Чевакинский, построен в стиле пышного Елизаветинского порубка с эльвенцами древнерусского зодчества. Собор посвящен святителям Николаеву Чудотворцу, покровителям моряков и путешественников. И здесь в свое время открывали моряков, погибших в русско-японскую войну, в Шусимском сражении в 1995 году. Здесь же есть мемориал морякам, погибшим на атомной подводной лодке Пульска. Далее на нашем маршруте довольно редкий участок, где как бы встретились три века петербургской истории. Одно за другим стоят три здания постройки начала XX, XIX и XVIII веков. Переди за мостом с правой стороны высокое здание темно-серого цвета, постройка начала XX века в стиле модерн. Бывший доходный был антикерторосянников.